Меня зовут Наталья. Я двоюродная сестра Олега Сенцова. Приехала сюда по приглашению Голливудского театра посмотреть, что это за спектакль, потому что там фигурирует Олег Сенцов. Какое у вас было впечатление спектакля? Очень сильный, очень сильный спектакль, очень хорошая игра актеров, очень хорошая работа всей команды, режиссера и хореографа, тех, кто продумывал декорации, очень креативно и очень хорошо передано то, что внутри у людей, наверное. Олег Сенцов будет знать о спектакле? Да, Олег Сенцов будет знать о спектакле, безусловно, я ему скажу. А вы его знали с детства? В детстве мы общались очень мало, то есть это поскольку постольку, мы все-таки двоюродные, брат с сестрой, ну там какие-то, конечно же, семейные тусовки, да, но мы практически не общались, очень редко. А почему общались или вообще мало общались? Мы общаться начали уже во взрослом возрасте, сложно мне сказать, какой это был год, но как-то когда мы уже выросли, когда уже стала не так ясна разница в возрасте, у нас 4 года для детства это, конечно, очень большой срок, а во взрослом возрасте это вот не ощущается. Общаться мы начали, наверное, когда Олег увлекся в кино, ну так и общались потихоньку, больше мы общались дистанционно, то есть через айскулы, соцсети. А кто он за человек? Он хороший отец, он всегда участвовал в политике? Нет, Олег не участвовал в политике, он не участвует в ней, в общем-то, сейчас это активист гражданский, общественный, участвующий в этом из-за обостренного чувства справедливости. Но назвать его именно политактивистом я бы, наверное, не стала, потому что он именно общественный активист. Он не относится ни к какой партии, не принадлежит, не принадлежит, в общем-то, никаким политическим силам. И сказать, что он занят в политике, наверное, тоже неправильно. Что это за человек? Ну, это очень прямой человек, это очень нецелеустремленный человек, творческий человек, человек, который, в общем-то, в быту не требует много, или нет каких-то там особых. Он говорил, что единственное, на что стоит тратить деньги, это на детей, на путешествия и на хобби. Все остальное не важно. Вы сейчас ведете кампанию за него? Ну, как веду? Я бы не сказала, что веду, то есть, я просто говорю, как есть, просто являюсь поручителем адвокатов, вот это вот все. Какого-то центра по поддержке Эрины Сенцовой много существует, то есть, разные люди делают разные вещи, и это все. Кто во что гораст. Расскажите, то, что вы сказали по поводу условий там в тюрьме, как он там живет? Ну, Олег сидит в Якутске, это колония строгого режима. При этом на условия содержания он не жалуется. Очень большая проблема с письмами, до Олега не доходит около 90% писем, нет, я думаю, даже больше, чем 90%, либо не доходит от него, потому что Олег отвечает, в общем-то, всем. Цензура почему-то не пропускает печатные, напечатанные на компьютере письма, это очень странно, ведь их проще читать, чем написанное в турке, но это так. Что еще? Ну, по большей части в тюрьме он читает, написал там 4 сценария уже, играет в шахматы. Эти сценарии можно читать? Нет, Олег их никому не показывает, более того, он вообще, ну, старается не показывать и не рассказывать о работе над фильмом, то есть, как он говорит, это всего лишь полуфабрикат, нечего питаться полуфабрикатами, ждите готовый продукт, готовый продукт этот фильм. Поэтому сценарий увидит только та рабочая группа, с которой надо снимать, и только после того, как фильм выйдет. И он отказался от свиданий? Да, Олег на данный момент отказался от свиданий, потому что ему проще эмоционально закрыться, не переживать. Он не единственный политзаключенный, кто так делает. Потому что приезжают близкие, потом они выезжают, да, а он там остается один со своим местом. Он говорил, что видел сокамерника после свидания с семьей, увидел в него депрессию. И решил, что ему это не нужно. Это совершенно не значит, что он не любит свою семью. Нет, просто ему так легче держаться. У него есть связи с Кольченко? Связи с Кольченко, конечно же, нет. Они живут в разных тюрьмах на данный момент. Саша Кольченко в Челябинске. Вот Челябинск, город Копейск. И в Якунске, и связи между ними нет. У вас есть новости от него? От Кольченко. У него те же самые проблемы, не доходят письма. То есть, в отличие от Олега, он уже несколько раз побывал в ШИЗО. То есть, там какой-то прессинг все-таки присутствует. Недавно у него, он опять был в больнице. У человека дефицит веса очень серьезный. И там пытается что-то сделать с этим. Ну, так вот. Тоже с письмами очень-очень серьезная проблема. Не доходят, не отдают письма. Все это со скандалами. Все это очень тяжело является. Недавно были обмены украинских заключенных. У вас есть надежда, что еще скоро обмен будет сенсором? Я сейчас не вижу, прямо скажем, никакой работы по этому вопросу. То есть, если раньше мне хотя бы говорили, что мы работаем и что-то делаем. Сейчас, не знаю, сейчас этого не говорят. Но все понимают, что по большому счету все зависит от одного человека. Человек этот немного ку-ку. Это царь нынешний в России. И прежде чем что-то говорить про обмен, там, как-то наговаривать на украинскую власть, надо понимать, что не они же его держат. Я просто, не знаю, это странно, когда пытаются даять, наверное, украинскую власть. У вас есть мнение о том, что Гавриил Сапченко после того, как она вышла? Я никогда не делала Сапченко. Ни ее делала, ни ее сломала. Отзывайте. Что мы должны делать сейчас в Великобритании? Что мы можем делать, чтобы поменять сенсором и другим заключенным? Наверное, поднимать тему в первую очередь. Потому что это страшно, когда человека забывают. И тогда очень сложно что-либо сделать. Очень тяжело будет поддерживать его, писать, несмотря ни на что. Потому что какие-то письма все равно пробиваются. Объяснять, может быть, у кого-то есть возможность достичаться до политиков, чтобы увеличивать санкции, либо увеличивать давление на Россию со всех сторон. Но это немаловажно тоже. Объяснять обществу, может быть, что это все очень-очень печально. Как-то давайте попытаемся донести до тех же политиков. Я уверена, что можно найти какие-то механизмы, все-таки давление. Это как-то сдвинуть с мертвой точки. Спасибо. Спасибо. Маша, ты и Кур! Кур, ты и Макдон! Маша! Маша! Да не, она не настоятельная! Благодарны президенту Путину за то, что он принесал за то, что... Мы не оправились, все равно отправились к Толокольму! Примаривай! 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 Примаривай!